Добрый вечер! В эфире новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. В начале выпуска короткий анонс о том, что сегодня сняли наши журналисты. Проблемы преподавания иностранного языка обсудили в Буйнакском районе после недавнего скандала. МЧС Дагестана и Татарстана делятся опытом работы, визит наших спасателей и двустороннее сотрудничество. В Дагестане растет число случаев заболеваемости корью. Эпидемиологи назвали причину – родители не хотят прививать детей. Проблемы преподавания иностранного языка обсудили накануне в Буйнакском районе. В совещании приняли участие преподаватели Дагестанского педагогического университета, учителя иностранных языков и представители общественности. Подробнее в сюжете моей коллегии Зумруд Гамидовой. Предваряя встречу, глава муниципалитета Камиль Изиев отметил, что перед всеми стоит одна задача – дать достойное образование детям. Он подчеркнул, что вопросы образования очень важны и находятся под пристальным общественным вниманием. Наша цель – помочь, наша цель – оказать содействие. И очень отрадно, что именно свою деятельность, такая представительная делегация, они начали именно с нашего района. Это, наверное, и признание того, что район имеет давние традиции, район не может опускаться ниже какого-то уровня. По словам начальника управления образования района Аиды Залимхановой, в последнее время на всех уровнях широко обсуждаются вопросы качества школьного образования. В районе этому уделяется большое внимание. Эту работу необходимо проводить, это нужно, но каким образом она сегодня проводится, и, на мой взгляд, ее можно гораздо больше улучшить. К 2020 году ЕГЭ по английскому языку станет обязательным для всех выпускников школ. Следовательно, сегодня перед учителями иностранного языка стоит решение важной задачи, чтобы каждый школьник смог качественно сдать экзамен по этой дисциплине. Мои опасения в том, что мы опять и в английском языке сейчас под прицелом. У государства, школы, управление образованием, русский язык, математика, единый государственный экзамен и так далее. Это понятно, это ясно, мы должны, но у нас же есть проблемы, которые нужно решать. Однако выступающие отмечали, что образование в Дагестане по качеству обучения ничем не уступает другим регионам. Декан факультета иностранных языков ДГПУ Байдула Османа вышел с предложением посетить уроки английского языка в школах, районах, а также предложил открыть в каждом образовательном учреждении базовую кафедру иностранного языка, где соответствующий специалист будет помогать учителям. Если не поднять качество учителя, как будет поднимать качество ученика? Вот у нас главная цель приезда – помочь. Повещать квалификацию. У нас курсы, 3-4 курса, у нас повещение квалификации. Надо приехать или пригласить нас сюда. Кроме того, по мнению Байдула Османова, остро стоит вопрос нехватки в школах Республики Учителей по иностранным языкам. Во многом он носит финансовый характер, связанный с низкой оплатой труда учителя, и выпускники трудоустраиваются в учреждения с другими, где более выгодные условия. Все зависит от материального. Заработная плата учителей, вы сами знаете, какая – 10-12 тысяч заработная плата. На эти деньги человек заканчивает высшее учебное заведение, и он не идет в школу. Мы вынуждены сегодня в факультете, чтобы восполнить вот эту нехватку учителей, студентов, студентов отправлять. Директоров образовательных учреждений и самих учителей интересовали вопросы материально-технического оснащения кабинетов, нехватка учебников, выбор стиля и способов педагогической коммуникации и другое. На все вопросы они получили исчерпывающие ответы. Делегация МЧС Дагестана под руководством Наримана Казимагомедова находится с рабочей поездкой в республике Татарстан. Визит проходит в рамках расширения двустороннего сотрудничества между республиками. Двухдневный марафон по обмену опытом начался с экскурсии по сердцу Татарстана в сфере высоких технологий из посещения службы экстренных вызовов 112. Единый номер вызова экстренных оперативных служб работает в Татарстане не первый год. За все время работы диспетчерами принято и обработано более 9 миллионов вызовов. Из них 3 миллиона 300 тысяч требовали оперативного реагирования. В среднем за сутки обрабатывается 5,5 тысяч вызовов. В частности, что мы приехали именно в республику Татарстан для обмена опытом, оценить работу органу местного самоуправления, как этот процесс организован именно в Татарстане и принять лучший опыт, лучшие технологии, что у вас внедрено, и для того, чтобы мы могли у себя это использовать. Гостей интересовал практический опыт работы службы по приему и отработке принятых вызовов. Представители МЧС Дагестана изучили программу, в которой работают операторы. На второй день пребывания делегации продолжилось знакомство с подразделениями Чрезвычайного ведомства Татарстана. Гости посетили поисково-спасательную службу Республики Татарстан, где ознакомились с вооружением спасателей, пообщались с фельдшерами и работниками зонального поисково-спасательного отряда номер 2 и стали свидетелями выезда на вызов дежурной смены отряда. Сообщили, что в Высокогорском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие, зажатые в авто. Есть чем похвастаться. Вся техника, которую я увидел на улице, вся действующая техника, не каждый этим может гордиться. Спасибо вам, что вы делаете. В Дагестане растет число случаев с заболеваемостью корью. За 20 дней 2018 года зарегистрировано три случая, сообщили в Республиканском управлении Роспотребнадзора. Причиной распространения кори в республике, как отмечают эпидемиологи ведомства, является снижение числа привитого населения из-за частых отказов родителей. Болезнь поражает прежде всего детей. Самый высокий удельный вес в структуре заболевших отмечается среди возрастных групп от 1 года до 6 лет. Все случаи кори зафиксированы среди непривитых детей по причине отказа родителей. В связи с этим Роспотребнадзором Дагестана проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Корь является острым инфекционно-вирусным высококонтагиозным заболеванием, для которого характерна общая интоксикация, повышение температуры, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Роспотребнадзор напоминает, что единственным надежным способом защиты от кори – это прививка. Надо отметить, что за минувший год в Дагестане зарегистрировано 98 случаев заражения корью против трех случаев в 2016 году. Больше всего больных зафиксировано в Махачкале – 73 случая, в Хасавюрте – 7 случаев и в Кизельюртовском районе – 6. Далее короткие, но интересные новости в блоке «Дайджест» от моих коллег. Дагестанские преподаватели лишены ученой степени. Высшая аттестационная комиссия опубликовала на своем сайте реестр научных руководителей, в отношении которых принято решение о лишении ученых степеней. В него включено и четверо дагестанских преподавателей ДГУ и ДГПУ с их диссертантами. В основном это доктора экономических и биологических наук, а также кандидаты по этим же дисциплинам. На компанию Зиевудина Магомедова пришлось 10% грузооборота России. ТАСС составил рейтинг стивидорных активов холдингов России по грузообороту в 2017 году. Группа «Сумма» в этом рейтинге заняла второе место. Всего за минувший год компании группы обработали более 79 миллионов тонн грузов, что на полпроцента больше, чем в прошлом году. Администрация Махачкалы опровергла информацию об обнаружении трупа в канале Октябрьской революции. Ранее поступило сообщение о необходимости проведения работ по поиску пропавшего жителя села Новочеркей Кизелюртовского района. Сельчане обратились с просьбой отключить воду в канале на участке от аула Новочеркей до поселка Тюбекум Таркалинского района для облегчения поисков пропавшего. Однако версия о том, что мужчина утонул в канале, не подтвердилась. Пациенту ампутировали ногу из-за неправильного диагноза. Врачу республиканского ортопеда травматологического центра имени Цахаева грозит уголовное наказание. В прошлом году в медучреждение с травмой левого голеностопного сустава обратился мужчина. Однако примерно через две недели на повторном осмотре ему был поставлен диагноз гангрена и проведена операция по ампутации конечности. Прокурорская проверка указала на наличие врачебной ошибки. Частный детский сад Саният по проспекту Акушинского в Махачкале закрыли по решению суда. Причиной стало отсутствие противопожарной сигнализации. Прежде чем восстановить работу в штатном режиме, администрации учреждения также придется оборудовать здание дополнительными эвакуационными выходами. В рамках проведения всероссийской акции «Студенческий десант» организованной МВД России прошла встреча студентов ДГУ с работниками центра экспертно-криминалистического центра. Сотрудники центра провели для студентов экскурсию и ответили на все их вопросы. Криминалистическая экспертиза – одно из важнейших направлений в раскрытии преступлений. В большинстве случаев верное экспертное заключение может доказать вину или оправдать человека. Студентам, обучающимся по специальности судебной экспертизы юридического факультета ДГУ, рассказали обо всех тонкостях этой работы. Такие акции, которые проводит МВД для студентов, они очень важны, чтобы в дальнейшем при выборе профессии, чтобы студент знал, куда он идет, чем он будет в дальнейшем сталкиваться, чем он будет заниматься. И естественно, чтобы для себя сделал оценку, выбор, справится ли он с поставленными задачами. Это, скажем так, просто его или не его. Студентов провели по разным кабинетам центра. Показали оборудование, с помощью которого проводятся экспертизы. Каждый из сотрудников рассказывал о своем направлении. Одни исследуют почерк, другие ведут работу по огнестрельному оружию. А некоторые даже работают над голосами. Проводится также и химическая экспертиза. Экспертно-криминалистический центр технически развивается и в эксплуатацию вводятся новые методы экспертиз. Огромная работа идет. И в техническом плане мы стараемся внедрять все новые технологии. И на сегодняшний день база криминалистической лаборатории способна выполнить все поставленные перед ней задачи. Студенты остались под приятным впечатлением от увиденного и узнали много полезного. Подобные акции МВД проводят ежегодно. Их цель – популяризировать работу правоохранительных органов. Впечатления очень хорошие. То есть у нас была возможность изнутри все это увидеть, понять вообще, что предстоит нам в будущем. Понять, какие задачи перед нами будут поставлены. А также узнать какие-то вопросы по дальнейшей нашей работе, как мы будем устраиваться. Мы узнали много нового интересного о профессии, о видах, о перспективах трудоустройства. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал НТЛ. Цена, табли橋, века и семена.